Рак легкого на сегодняшний день является одной из основных проблем в онкологии современной. Ежегодно заболевает порядка 2 миллионов человек. В прошлом году это 2,2 миллиона человек заболели впервые раком легкого. И 1,8 миллиона умерли от данного заболевания. Данное заболевание стоит на первом месте во всем мире по смертности. После у мужчин на первом месте, у женщин это рак молочной железы. Какие основные симптомы рака легкого? Начнем сразу с симптомов. Сначала скажу, что есть 2 формы рака легкого. Есть центральный рак легкого, есть периферический рак легкого. Периферический рак легкого, к сожалению, себя никак не проявляет в начальных стадиях. То есть это заболевание, опухоль находится в ткани легкого, небольших размеров. И, к сожалению, вначале протекает бессимптомно. Поэтому остановимся на симптомах, характерных для центрального рака легкого, который появляется в самом начале заболевания. Первый это кашель, кровохарканье и частые пневмонии. То есть когда опухоль аптурирует бронх, нарушается дренажная функция бронха. И в связи с этим возникает частая клиника пневмонии. Поэтому если появился кашель бессимптомно, то есть не связанный ни с каким вдруг заболеванием, которое появилось неожиданно, скажем так, это уже должно насторожить, если это больше месяца кашель. Ну и тем более кровохарканье. То есть в норме кровохарканье не должно быть. Сейчас я расскажу о симптомах, характерных для периферического рака легкого. То есть когда, как я уже ранее говорил, периферический рак легкого себя, к сожалению, на начальных стадиях никак не проявляет. Но когда опухоль вырастает уже достаточно больших размеров и прорастает плевру, подрастает в грудной стенке, возникает болевой синдром. Либо же когда опухоль прорастает бронх, сегментарный, либо главный, либо центральный, либо долевой бронх, возникают симптомы, характерные для центрального рака легкого. Это называется периферический рак с централизацией. Опять же повторюсь, это кашель, это кровохарканье, это частые пневмонии. Поэтому как только появились эти симптомы, необходимо обратиться к семейному врачу. А дальше доктор уже направит либо к пульмонологу, либо к таракальному хирургу, предварительно назначив такие методы диагностики, как это хотя бы рентгенография. Но желательно, конечно же, это компьютерная томография. На сегодняшний момент низкодозовая компьютерная томография является стандартом в профилактике и ранней диагностике рака легкого. Нагрузка лучевая соответствует практически обычной рентгенограмме, но информативность данного метода исследования достаточно высокая. Поэтому данный метод относится уже, ну, во всем мире относится к скринингу рака легкого. Существует группа риска, опять же, это пациенты с хроническими и абструктивными заболеваниями легких, которые должны после 50 лет, ну, вообще регулярно, конечно, каждый пациент должен раз в год делать рентгенографию, либо компьютерную, низкодозовую компьютерную томографию, как я сказал. Эта группа пациентов должна быть научной у врачей-пульмонологов, и, конечно же, к ним должно быть более пристальное внимание. Ну, и, опять же, группа риска – это работники вредных производств, металлургической, химической промышленности. Вот. Также к группе риска относятся пациенты, у которых близкие родственники болели раком легкого. Они в 2-3 раза чаще имеют риск и шанс заболеть раком легкого, чем те, у кого не было родных с данным заболеванием. Ну, и, естественно, это курильщики, потому что те, кто курит, те в 10 раз чаще болеют раком легкого, чем не куряющие. Сюда же к этой группе относятся, стоит отнести тех, кто курит электронные сигареты, вейпы, то есть все это тоже способствует развитию рака легкого, несмотря на то, что пишут, что и менее вредно, на самом деле вред приносит не столько никотин, который содержится в сигаретах, а пагубное влияние и воздействие на слизистую бронхов любых химических веществ. То есть это может быть даже банальный дым, который сейчас во всевозможных электронных сигаретах, там, говорят, беспримеси, очищенный все равно. Любой дым, любой раздражающий компонент, который находится в электронных сигаретах либо в обычных сигаретах, может вызывать различные процессы в слизистой бронхов, которые в последующем приведут к возникновению рака легкого. К нам обращаются пациенты, которые приходят и говорят, вы знаете, я уже на протяжении полугода или года болею второй, третий, четвертый раз пневмонией. То есть я прихожу к лечащему доктору, к семейному врачу, мне назначают противовоспалительную, дипактериальную терапию, вроде бы состояние улучшается, проходит месяц-два, а у меня возникает опять пневмония. Вот на данную категорию пациентов тоже стоит обратить внимание. Почему? Потому что за клиникой пневмонии чаще всего, за рецидивирующими такими пневмониями, скрывается центральный рак легкого. Лечение рака легкого зависит от того, какой вид опухоли у пациента. Есть мелкоклеточный и немелкоклеточный рак легких. Если мы говорим о мелкоклеточном раке легких, то на сегодняшний момент основным методом лечения является химиотерапия. То есть задачей теракального хирурга диагностировать тип опухоли и уже дальше пациент отправляется к клиническому онкологу, который назначает химиотерапию, либо таргетное лечение. При необходимости подключаются врачи-радиологи, которые обучают ту или иную область. То есть это область, возможно, опухоли грудной клетки, либо это головной мозг для профилактики метастазов. Если мы говорим о немелкоклеточном раке легкого, здесь он подразделяется на аденокарциному, плоскоклеточный рак легкого. Все зависит от стадии. То есть если у нас пациент 1-1 А, 1-1 Б, 2 А стадия, то мы выполняем хирургический метод лечения. А затем, если это 1-1 Б и 2 А стадия, то мы направляем пациента к химиотерапевту, клиническому онкологу, который уже принимает решение о необходимости профилактического, либо иногда лечебного курса химиотерапии. Если же к нам попадают пациенты, обращаются 2-я Б, 3-я А стадия, мы верифицируем процесс, отправляем пациента в клиническому онкологу. Пациенты проходят 4 курса адюантной химиотерапии, а в дальнейшем мы их оперируем и с последующим продолжением лечения у химиотерапевта. Если же к нам обращаются пациенты 3-я Б, 4-я А стадия, данная категория пациентов не оперируется. Почему? Потому что уже это проверено на опыте международном, проведено множество исследований клинических с большим количеством пациентов, более десятков, сотен тысяч. Смысла в оперативном вмешательстве у данной категории пациентов нет. Почему? Потому что операция обычно травматичная и выживаемость после хирургического лечения с последующей химиотерапией не намного выше, чем если пациенты просто проходят химию, либо таргетную терапию, либо иммунотерапию с возможной лучевой терапией. Хочется остановиться о хирургических методах лечения. Если раньше это была однозначно, то была торакотомия, то есть это разрез, раздвигались ребра, большая травматическая операция, вне зависимости от размера опухоли. То есть опухоль могла быть и сантиметр, и меньше, и больше, все равно выполнялась торакотомия. На сегодняшний момент методом выбора является, если опухоль небольших размеров до сантиметра, локализация в доле, то есть если мы говорим о первой, второй А стадии, даже второй Б, то мы выполняем либо чисто эндоскопические вмешательства, это если опухоль до сантиметра, и объем вмешательства достаточный, это сегмент эктемии, то есть в пределах здоровых тканей мы выбираем опухоль с локализацией, если она локализуется в сегменте. Вот если опухоль больше сантиметра, то это уже объем операции увеличивается, это лобэктемия, то есть это идет удаление доли легкого. Но эти операции тоже выполняются в виде ассистированной, с небольшим разрезом, порядка 5 сантиметров в среднем, что, конечно же, дает хороший результат в плане дальнейшего лечения пациентов, и пациенты достаточно быстро реабилитируются. Продолжение следует...